вам видно что слушаю вас там видео это что там за пустословие это название нехорошее какое про что говорите ну там мы с вами разговаривали по поводу еще там почитает название там пустословие не заставить братьев молчать чуть за название вообще такое дак это священное писание это не я говорю они это понятно но зачем это ко мне это применяем я и называю как это зачем хозяин кого ролика ролика но там же вы там же мое лицо ну и что же ролики мы договорились что недовольны чем-то ну конечно зачем такую пока сделать какую пакость скажи вы на священное писание говорите пакость нет а там написаны слова не бывает об одном это два человека мы оба к обоим и там написаны слова допустим ко мне они как относятся лично ко мне но на себе себе вы можете хоть какие писали вы сейчас зачем пришли ну я с вами тогда побеседовал хорошо сейчас скажу сейчас смотрите я этот ролик сейчас ставлю с вами беседами опять будете недовольны вы на меня приступаете а зачем зачем оскорблять какие оскорблять вы думаете что говорите вы пришли как верующий а теперь начинаете вести себя просто хулиганский вот я я я как верующий а вы на меня пустословие а пустословие то в чем я не могу понять кто сказал кто какая книга там снизу на ролике написано сказал откуда взято написано секунду посмотрите секундочку пустословие твое зависит ли заставить ли мужей молчать чтобы ты глумился но про него написано какая книга вы не понимаете разговор даже кто это все и of 11 сказал трем князьям вытащил прилепились тут а то им сказал 3600 лет назад чё ну так прожгло если к вам не касается вы бы не трогали значит коснулась а значит я правильно назвал почему почему-то мне мне это мне это не может родитесь свыше то вам не будет всякое слово божия истина написано духа святого вы кому претензии то не ко мне это а кто выставлял дядя федя или 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 выжить вы знаете что на выставлял я сейчас просил вы знаете что у нас все выставляется в интернет вы не против вы сказали не против и против я не против но а зачем название такое давать один меня там пьяным назвал обожите там написано ваша фамилия что речь а к вам относятся вы могли лицом и там же лицо моё вы просчитайте повторяю это было сказано князьям 3600 лет назад еще вы влепились туда 3600 лет назад на варе шапка горит не что значит на варе шапка горит что знает вы прошли бы мимо а вы сразу начинаете зачем я поставил значит я вижу что-то глубже чем вы видите а вот этого мужчину зачем вы прислали вот этот как его сейчас вы мне сообщение прислали мужчина какой-то сейчас сергееву или как за вы посмотрели что там написано ну он что-то делает там не совсем хорошее некорректно я его не знаю вы давно прослушали тут огромная работа прошла человек который оклеветал сотни людей и оказалось масон масон все про организации задачу уничтожить христиан все я я все дослушал там написано знаете ли вы я его не знаю я не знаю все вы его не знаете но не зная его вы узнали очень много нового там целый коллектив работает позорит людей у него задача стоит раздробить христианство уничтожить там же все в тексте сказано но это очень плохо что если он так дали такой огромный материал еще боитесь вам личный стакан уже бурдюк лопнул как расул гамзатов говорит это не я говорю у вас знания ограничены вы начинаете просто глупости говорить не просто там один человек он там напишет а наверно я так понимаю может кто-то из ваших знакомых он говорит а наверно это он пьяный я совсем я совсем что ли на человек говорит причем тут я это комментарии вот который он комментарий делал и из выходя из сути название ролика вот в чем он название ролика даже и не смотрит он смотрит что мы разговариваем о чем обожественном или нет люди то разные и теперь а зачем он так сказал там еще тогда всю жизнь только собачиться с кем-то кто бы еще не сказал я просто думаю думаю что у нас состоялся хороший александр слушай внимательно и он зато говорит так если тебя обличили ты виновен поблагодари бога что остановили тебя на преступном пути а если сказали не так поцелуй за намерение исправить тебя что он предупреждительные щиты поставил поцелуй его за намерение а я пришел ты мне не так сказал там не о тебе речь идет о ролике а взял я я додумал что мы подбор больше не буду снять так так в таком случае это последний разговор больше ко мне не заходите так не годится вы пришли ко мне конечно раз такое название я думаю сейчас с вами разговариваем я выставляю ролик и какое название могу дать ищем по не на но не плохое только не хорош ищем потерянное ищем а вы себе будете брать название будет такой ищем потерянное но пусть будет хотя бы так так хорошо в школе учили сколько классов кончили 11 11 а потом что диплом могу показать нет нет а потом что закончили я потом закончил в алматы зуботехнический аспандеяровский замечательно скажи сколько раз в день молишься сколько раз день молишься 33 на только 3 а утром вечно а давид 118 столом 164 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды что тут обличили тут меня ударили там а украли я за все за весь майдан благодарю бога вот ты развивайся духовно а ты рассуждаешь как неверущий совсем если тебя задели ты даже виду не подаваешь что это тебя касается а сам себе скажи вовремя сказали церкви имена мы не называем и я вас нигде не называю ни по дня данных ничего нету не просто раз и и вот этот человек александр очень внимательно я тебе говорю опыт вам сколько лет 32 32 мне 80 я жил не как вы я жил таким напрягом чтобы на сон уходил от басмана часа если я на работе работал а работа плотник бетонщик у меня всегда было дель 300 280 процентов я неукротимый в работе был точно так в изучении когда посмотрели я примерно 10 университетов кончил самостоятельно а вот поэтому на руке у вас и грыжи из-за этого ну какая грыжа на руке а где на какой покажите на правой на правой правой покажите где она в районе предплечье этого ну от меня не зависит что то есть меня кгб выкручивала руки-то ты когда спал или тебя в утробе матери не было а я уже шел шагал по тюрьмам за слово божие офицеры обращались а один из кгб стал священником а ты ко мне претензии имеешь когда мой путь пройдешь и скажешь что я какие глупости говорил неуважение к старшему ничего нету хам настоящий почему почему я вам я я спросил почему вы дать камни ты просто приступаешь за бороду берешь не так назвали я назвал ролик они вас в этой беседе участвует двое ты и я почему-то мы хорошо мы хорошо мы хорошо поговорили все ладно если я вам нужен заранее всегда пишите они так что сказали не так и претензии мне это не надо я хотел в лицо вас спросить неужели вы как ко мне испытываете неприязнь вот так вы ко мне испытывать не признать я вам неприятен или что-то еще там я к вам обращаюсь мне интересны были вопросы духовного характера сейчас вы зашли что счет сводить или у вас вопрос есть вот вопрос есть почему-то название откуда сквала решать у меня женщина одна пришла она уже старая и там написано как проживешь юность такая будет старость а почему вы мне это сказали она поняла что неправильно юность прожила я ничего взял место писания я не выдумываю название так сказал господь святой библии я взял и перенес себя почему мой опыт подсказал к нашему разговору это подходящее а в другом месте такое успевай бежать пока тебя не убили человек я в церкви говорю проповедь и вот вышел один то михаил его звать вы опять про меня говорили ага как говорили да вот машины меняете каждый день а гуля почему ты решил про тебя но вы же машинах не понимаете я машинах не понимаю я жил на квартире который дома ремонтировал машины а я не знал а другой священник идет и говорит миша а я подумал игнати про меня говорит а я никого не называл почему господь дал мудрости слову божию и она раскрыла если тебя коснулась незримо все я не назвал памилий кому ты скажи господи как хорошо что я увидел себя благодарю не будь дурнее кота своего не будь дурнее своего кота а а это это тимоша тимоша человеческими именами животных нельзя называть это говорят не где-то в клубе совководства но он уже попал с таким именем мы его и не называть и отбрось она за и моша моша и все можно у нас купили кобылу а йотом звали зина зина это человеческое имя а я и букву изменил зира а зира по английской означает 0 0 до зира это но потому если допустим нас кобель мы его назвали карай почему по-латышски это означает боевой а люди не знают что это означает рай да баба по латышки я латышки не знаю кличка должна быть краткая звучная желательно чтобы вмещала начальные хотя бы буквы отца и матери я в клубе собаководства занимался в уголовном розыске собаками и не просто так а первое место занял но он попал уже ты с таким именем попал домой взяли вы еще раз прослушайте то что я вам прислал это огромный материал миссионерский отдел новосибирской епархии написал это не мое это человек который зла наделал на тысячу лет хватит целая группа людей когда ему дали деньги говорят и он теперь любого будет порочить а меня еще меня не тронуть когда у меня 14 тысяч роликов у меня 43 тома книг вышло до меня голыми руками можно брать а у него нигде ничего нету нету не паспорт не я про него еще вчера посмотрел он выкладывает ролики он там ваши берет ролики потом вместе складывать потом как я за него молюсь ему никуда не деться я молюсь и господи обрати его пробуди его совесть чтобы на воду не кипел сатаную прости ему господи он не знает что творит он 10 лет не работает ему большие деньги за это платят мне просто есть такой ответ что он просто завидует вам вашему как бы сказать что вы учите и как бы вас слушают он говорит не так с детьми допустим так я показываю без помощи государства я основал лагерь 45 лет в другом формате призвал 47 лет я занимаюсь чужими детьми тысячи детей подняли повторяю не рубля от государства ты покажи два ребенка покажи хотя бы на неделю у него нет ничего у него опыта нету есть опыт ковыряться говорит заднем месте ну вы не злитесь не рано ладно пусть он что хочет говорит это на будущее имейте ввиду чтобы ко мне никаких претензий не было я вас не оскорбил я просто думал что мы мы подружески значит я попал попал на место оно прожгло вас слава богу название не надо мне мне неприятно стало неприятно ты плотской написано отвергись себя и чтобы тебе не сказали ты скажи господи благодарю тебя ты меня обличил сколько я пустословлю это годится девчонок обманывать пустые слова говорить девкам девкам говорить лапшу на уши вешать она любит когда ты перед ней гоголем ходишь говоришь а женилась еще замуж вышла ничего нету а ты будь молчаливый ты скалах ты не подкаблучник чтобы она знала выйдя за тебя замуж она никогда не будет брошена не будет измены покажи себя лишний раз детям же особенно дочери веселого лица не показывай чтобы она боялась тебя как отца чтобы не забрюхатила в доме твоем не противила мужа то сирахов говорит еще веселого лица не показывай да я говорю в библии у книга пророка иисуса сына сирахова написано если у тебя родилась дочь потеряй сон и не показывай веселого лица что она по одной нитке ходила чтобы она тебе в дом тем позорищем не сделала не сделалась на вторую букву алфавита ты понял перевод не надо расшифровать ну вот будь умным тебе учиться учиться надо так с богом повторяю я название даю так ищем потерянное и не придирайся к этому все это хорошее название они тебя господь до свидания давай с богом без разрешения не приходи сначала напиши я даю разрешение тогда все я на крыше снег кидаю а ты звонишь я должен теперь бросать лопату сбросить обувь и звать прийти тут и слушать как ты не надо было а зачем надо было бросать мне звонок поступил с крыши чуть не упал я снег сбрасываю но я следующий раз я следующий раз будут напишу напишу написано если вы забыли я вскоре скину сейчас заново повторю наши условия с богом отключай а так знаешь что такое 3